Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое, вот он как раз сказал, надо врать. В Херсоне постепенно после ухода нацформирований налаживается, в парках гуляют мамы с колясками, на площадках играют дети, работают магазины, автозаправочные станции, торговые ряды, ну а на Аллее Славы в центре города... А я думал, я в Ейске живу, это оказывается Херсон, блядь. В Херсоне постепенно после ухода нацформирований налаживается, в парках гуляют мамы с колясками, на площадках играют дети, работают магазины, автозаправочные станции, торговые ряды, ну а на Аллее Славы в центре города... А я думал, я в Ейске живу, это оказывается Херсон, блядь. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ, а для них это ключевое, вот он как раз сказал, надо врать. Вот это вот наш магазин, мясной отдел, колбасный отдел, здесь были всякие приправки, здесь что осталось, уксус остался, уксус Алия какая-то, вот это вот наш супермаркет, боже. Ну, красота, это жесть просто. Входим сюда, вот это вот наши полки, опять просто. Вот стеллажи, здесь все кофе стояло, здесь еще какие-то чаи есть, даже конфеты вон еще есть, остались конфеты. Все остальное пусто. Рыбка какая-то еще осталась, не понять какая. А это был мясной отдел, здесь полно было рыбы, здесь плавала рыбка. Мясной отдел. В Херсоне постепенно после ухода на сформирование налаживается. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ. 20 человек погружаются в ледяную реку. Задача преодолеть 250 метров от символа «З» и на берегу сформировать еще один, в виде латинской буквы «В». За Россию! За президента! За Россию! За президента! Своих не прощают! За Россию! За президента! Своих не прощают! Вот, смотрите, макарончик, картошечка, супчик, зелень плавает. Я не знаю, тут по сути домашний супец. Вот, это раз, два. Так, это капуста, да? Салат. Салат. Вот, поближе, котлеты. Вот это мы просто проходили мимо, да? И вот, сейчас как раз вот мы ее видим. И вот кашка. Наши так едят там в России? Или как-то по-другому? Просто интересно. Спасибо. Так, друзья, сегодня чуть нестандартная у нас история, потому что вчера вот поговорили с человеком, по ходу разговора выяснилось, что здесь еще девять таких же, как он. Все это офицеры и все эти люди с одной историей. То есть, это люди, которые попали в плен, я правильно понимаю, да? В один день вот на том же месте. Правильно? Да. Мы ничего не ели. У нас единственное только было один сухопаек, ну, что мы взяли. Вот, и с полей кукурузы было все. Вот, это все. Вот, пили мы обычную воду, то есть мы специальные таблетки кидали для того, чтобы воду обеззаразить, чтобы можно было ее употребить. Вот так мы четыре дня и шли. А кукуруза как спелая была? Нет, нет. Ну, что приходилось, вот, подножие, можно сказать, корм каковый был, вот, мы тем и питались. Вы имеете в виду кукуруза, которая осталась на полях, может быть, с прошлого года, которую не собрали? Вот, вы ее взяли как? Да, 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 да. Это напоминает эту всю историю с семечками, которую предлагают положить в карман. Я понял. Ну, и долго вы так вообще собирались прокормиться? Нет, у нас цель была только одна, это выйти к своим, либо к подразделению какому-то, либо к блокпосту, или же к границе. Значит, давайте тогда представимся. Как вас зовут? Черный Владимир Юрьевич. Вас? Росходчик Адмитрий. Печугин Василий Васильевич. Рассула, по-моему, Эльберсович. Валькини, Расса, Владимир Юрьевич. Кислицын Максим Алексеевич. Корпенко Александр Николаевич. Жунос Нургаляронович. Рафиков Рената Бугаревич. Басикин Николаевич. Ну, все эти имена мы закрепим в описании к ролику, то есть понятно, что кто хочет внятнее разобрать, как кого зовут, сможет прочитать. Ну и опять идем по стандартной истории. Ребят, да, во-первых, даете ли вы согласие на это интервью и на его публикацию? Да. Все дают согласию, правильно? Будем изменить вашим родителям, будет то же самое, то есть тоже будем у них спрашивать, ну, желательно, чтобы вы сами спрашивали, готовы ли они это прокомментировать и готовы ли они это прокомментировать под запись тоже для последующей публикации. Теперь по истории вашей, значит, ну, давайте, вы вчера уже рассказывали, да, я думаю, мы полное видео с вами уже публиковать отдельно не будем, по истории, значит, где кто служил, давайте опять с вас начнем. Проходил службу в танковом полку в военской части 58-198. 24-го числа получил приказ совершить марш в сторону Украины и далее 27-го числа попал под обстрел в окружение, принял решение выходить из окружения в сторону нашей границы и 2-го марта залезть плен силам территориальной обороны. Ваша часть, где вы служили? А, еще и должность ваша, должность. Должность командира танкового взвода, звание лейтенанта. А вы как командир пошли в танковом взвода или как-то? Да, как командир танкового взвода. Сколько у вас было под обещанных, подчиненных? Подчиненных было, ну, в момент захода 2. 2. А где, что с ними, какая судьба? Механик-водитель, который со мной ехал, он, ну, как я понял, его уже обменяли. Здесь я с нами находился. Вы, в вашей должности и звание? Должность командира танкового взвода, воинское звание, старший лейтенант. Но вы шли как наводчиком? Да, я шел как наводчиком. У вас подчиненных не было здесь? Нет, не было. Подчинений никого? Вы? Командир танковой роты, военская часть 58-198. История тоже та же самая. Ну, по истории, да, мы сейчас вернемся, я имею в виду, у вас были подчиненные? Да, были. И здесь сейчас находятся. И здесь сейчас находятся? Но не с вами в одной, Калинин, сколько я понимаю. Да. Вас? Командир танкового взвода, воинская часть 58-198. История та же самая. Нет, город, еще говорите. Часть цифровая. Город, поселок Калининец. Со мной были подчиненные. Один танк сгорел, и со мной остался сержант с моего танка. Все. Командир взвода, снайперов, войсковая часть 313-135. Как? Поселок Калининец, Московская область. Выдвигался как командир отделения, но, соответственно, потом было два отделения, уже получается, как командир взвод был. Со мной примерно было... Заходило 8 человек. Командир противотанкового взвода, лейтенант, войсковая часть 45-863, ПГТ Рочинской Самарской области. Подчиненный? Сначала заходил как командир взвода, много техники просто не доехало, и в итоге стал как командир противотанкового орудия. Подчиненные у вас были? Да, у меня было в расчете 4 человека. Судьба их, знаешь? Они вышли. Я не... А куда они вышли? Ну, они... Нам сначала сказали, что возвращение домой идет с направления, и в итоге попали под обстрел. Они ушли, бросили. Но что с ними дальше было? Я не знаю, я сюда попал. У вас? Заместитель начальника штаба танкового батальона, Корпенко Александр Николаевич. В подчинении было 2 человека. Одного обменяли, второй еще находится здесь. ВЧ-58-198, старший лейтенант, командир взвода. Данный батальон был прикомандирован как наводчик-оператор танка. Людей в подчинении не было. Командир роты в войсковой части 58-198, поселок Калининск, Московской области. В подчинении было около 15 человек. Одного обменяли. Один здесь. Судьба остальных, не знаю. Войсковая часть 58-198, командир танкового взвода, лейтенант. В подчинении было 3 экипажа. Два экипажа судьбу, не знаю. Отстали в колоннах. В моем экипаже одному человека обменяли. Один также находится здесь. И давайте еще с вас начинаем. В каком городе вы проживали? Проживал в Московской области, поселок Апрелевка. Проживал в Московской области, поселок Городского Терпоголица. Проживал в Московской области, поселок Алинец. Проживал в Московской области, поселок Алинец. Проживал в Саморской области, поселок Рочинский. Проживал в Московской области, поселок Алинец. Проживал в московской области, поселок Калининец. Так много людей из московской области. Это у вас хороший город был? Калининец. Просто говорят, что в черте в московской области там более-менее хорошая жизнь, цивилизованная. все хорошо дороги есть все отлично или как а как подальше от москвы жизнь или вы не знаете давайте начнем с общей темы как ворот как вас здесь вот содержит содержит нормально относится гуманно кормят оказывает медицинскую помощь бани из нас нет там голова заболела все таблетки дают все дают все все хорошо вот мне рассказали что у вас здесь есть горячая вода горячих холодно горячее есть у вас тут телевизор так спрашивали про баню вот вам баня и не надо думать что это так везде и это вот эталон для всех украинских тюрем вот такая вот бани нет это конкретно в одном из сезон у вас вам показываем имена как молятся пленные пленные не ходят со всеми остальными заключенными просто потому что их да вы понимаете их им не безопасно ходить с остальными заключенными потому что ненавидят и все в том числе и заключенные ну вот конкретно в одном месте за баня такая в другом есть общая баня и так далее и тому подобное но смысл в что помыться есть где и это все это им предоставляют я смотрю вам дали зубные щетки да то есть всем всем обеспечили все есть так кормят кормят тоже хорошо завтрак обед ужин достойно но мы проходили мы проходили мы посмотрели немножко как раз раздачу пищи еще вчера то есть суп там вермишель картошка коблеты какие-то были на каша это так вот примерно так каждый день и по 1 на наше пребывание звезда 1 2 все как положено хлеб но у меня сказали что первые дни как вас развить завезли но не именно вас ними на вашу камеру да вообще люди отъесться не могли были настолько холодные все смотря кто наверное сколько дней не ел и так далее зависит от ситуации который был человек сколько минут там двигался но покей еще раз напомните какого числа вы вышли из россии все все вышли 24 все вышли в составе одной колонны это сколько было в этой машине в колонне машинах там где-то приблизительно единиц 10 50 может где-то так 250 может приблизи в общем где-то ну в общем да я спрашиваю приблизительно вас тоже а вот какие какая была техника разная техника и колеса были и и гусеничная техника была всякая разница а пво зерк пво зерк не не хорошо как много танков вы потеряли по дороге а здесь наверное половина 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 по какой причине наверное где-то неопытность механика водителя наверное и техническое состояние может быть не своевременное обслуживание вот так вот если я правильно понимаю из колонны более 200 единиц около 250 дошло примерно 125 можно сказать и так да может чуть больше плюс-минус без боя да да как вы оцениваете оснащение российской армии в таком случае зависит от каждого командира отделения обслуживание и так далее ну вот вы с командиром каждый прокомментируйте пожалуйста во-первых не было времени чтобы провести элементарно контрольный осмотр и и подвоза не было масел горючего чтобы долить где-то и поэтому многое из-за этого вышло из строя хорошо ага как вы вообще оцениваете ту технику на которой пользовались непосредственно вы и непосредственно ваши подчиненные это техника скажем так из элитного дивизиона российской армии или это техника какая-то второстепенная там какая-то которая ну которую просто бросили в качестве металлолома для списания или это все-таки стандартная техника для российской армии из рядового состава так сказать стандартная 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 ну да а какая тогда элитная техника не знаю такого понятия нет такого нет такого нет ну так вы так и говорите я аж видите я аж рожданский человек я не знаю то есть та техника которая поехала вместе с вами в Украину это обыкновенная российская техника которая стандартно используется в вашей армии не хуже и не лучше другой правильно да скажите а эта техника которой вы пользовались она участвовала в каких-то парадах когда-нибудь и так далее на нашей нет скорее всего нет нет ну вот вы вчера говорили что вроде как готовилась ну да вы меня спросили какая-то именно техника она участвовала но именно конкретно наша она не участвовала а из той техники на которую вы шли не участвовала нет нет а та техника которая готовится к парадам это какая-то все-таки особая техника или это просто техника которую лучше обслуживают просто да да я понял обслуживают то есть специально для парадов технику ну а вы поехали на той которая в общем-то была хорошо давайте теперь по вашей истории можете кто-то один рассказать можете добавлять от себя вот как вы шли зашли да что 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 дальше было вот во-первых вот все вы наверное скажете что вы не знали куда идете правда учение все учения правильно да ну видите то есть сразу можно получить один и тот же ответ чтобы не делать 9 интервью потому что ответ будет все равно стандартный скажу сразу в это никто уже не верит в такие ответы а после того что случилось в буче вербине очень еще больше еще под большие сомнения все ставят эти слова но мы не всегда рассчитываем услышать какую-то честную историю нам главное чтобы ваши родные и близкие послушали посмотрели на вас и может быть поговорили с какими-то другими родными и близкими других людей на тему а стоит ли вообще вот этого того стоит ли сюда посылать людей задумались над целью которая с которой вас туда послали и так далее мы сейчас об этом тоже еще поговорим ну значит вы вышли вы уже поняли что вы находитесь в Украине в один момент правильно это какого числа уже было ну что вы уже поняли что вы уже украину через несколько часов после того как зашли то есть прям 24 числа вы осознали что вы уже в Украине да И какие вот мысли были по этому поводу Ну не понимали что происходит не понимали да не понимали что происходит как бы никаких построений не было никаких приказов боевых не было и так далее просто двигаться заколож就是 совершенно… это не по Antonio даже ничего не было ни карты Ну ничего, командир рот даже не знает, даже он не знал. Ну вы же командир, вы сказали, взвода? Командир танковый рот. Целый танковый рот. И вы не знали, что происходит, куда идете? А сколько еще раз у вас было личного состава? Больше сложности, до момента захода 27 человек. 27 человек, то есть никак не рот? Это танковый рот. Это 10 танков. Все понял, понял. И, окей, вы идете, не получаете никакого сопротивления, не слышите никаких взрывов, ничего, правильно? Да. Просто идете? Да. Я так понимаю, думали дойти, просто доехать до Хрючачка и прогуляться? Я не знаю, нам не говорили даже, куда мы должны приехать, просто ехали все как бы за головной машиной. Ну, а вот были мысли, что вы все-таки зашли в чужую, суверенную страну? Потом мы это уже поняли, как бы у нас не было. Ну, сначала, когда вышли, каких мыслей у вас не появилось? Стоп! Чужая, суверенная, чужое, суверенное государство. Стоп! Что мы здесь делали? Ну, это понятно, какие-то мысли были, но мы недопонимали еще вообще, что как. У всех же высшее образование? Да. Понятно. То есть еще когда я с солдатом разговариваю, с которым мы 19 лет, за которого контракт подписали. Ну, там еще такое. Ну, вышли все взрослые пацаны и все сообразования. Ну, вот что интересно. Посещали мысли, что уже руководство то ли договорилось, то ли что. Ну, то, что не было никакого сопротивления, ехали свободно. Такое ощущение было, что здесь как бы все было уже договорено. Все установлено, все договорено. Вы просто из пункта А в пункт Б следуете, да? Да, да, да. Ну, теоретически, да, такое возможно. И что, когда впервые вы увидели, вы поняли, что идут боевые действия? Какого числа вы поняли, что уже идут боевые действия? 27-го числа. 27-го? Да. Как вы это поняли? Ну, попали под обстрел, когда двигалась колонна. Я слышал. И... Впереди колонны уже были обстреляны БТР из минометов, по-моему. И нам... Это из вашей колонны БТР был уже обстрел? Ну, из нашей колонны, но... Кто не похудел курить? Не этот... Не наш состав был. Она чуть впереди, вот мы за ней ехали, за этой колонной. Угу. То есть это еще какая-то колонна, которая шла перед вами, да? Которые знали маршрут, куда они едут. И мы как бы за ними ехали. Ага. Вот. Вот эти 250 машины, о которой шла речь, это колонна входила в эти 250 машины? Входила. Ага. В тот момент осознали, что уже нет никакой здесь договоренности. и начались боевые действия. Да. И... Ну, просто чтобы я эти утягивал. Если хотите как-то развивать мысли, развивать, я имею в виду... Ну, да, вы поняли, что боевые действия... Поняли, нас дальше не пустили. Сказали отойти назад к какому-то другому подразделению. Кому-то не знаю. Ну, то же самое объяснили на пальцах, как проехать туда. Так сказать. И... Элементарно мы, ну... Не смогли найти туда дороги. Не было ни указателей уже на дорогах. Ничего. Ни карты ориентироваться. Ни почему было. И там попали мы в окружение. И вынуждены были уходить уже... Своим ходом, пешком. Ну, решили уходить пешком. Как бы безопаснее было. А есть что-то добавить в ситуации? Или всё именно так? И, как бы, добавить нечего? Я понял. Ну, тогда, если можно чуть-чуть подробнее. Вот так попали именно в окружение, да? Что произошло? Какие происходят эти действия? Ну... Когда... Ну, подъехали, что поняли, что... Сбились с маршрута. Ага. Остановились... Ну, принять какое-то решение, что делать дальше. И... Увидели, что уже нас снимали на телефоны местные жители. Начали... Подъезжать автомобили гражданские. После... Ну, где-то за населенным пунктом Ромны. Где-то за Ромнами. Да. Где-то там. И... Там уже приняли решение сначала... Загнать технику в лесополосу. Ну, чтобы не стоять уже в открытом поле, так сказать. Когда загнали, то... Ну, поняли, что... Всё равно уже все знают наше местоположение. И поэтому... Как бы ни топлива уже не было. Ну, на технике не вариант было куда-то выдвигаться. Решили оставить и уходить пешком. Что, вот прям все коллективно приняли решение уходить пешком? Да. То есть, всю технику вы оставили... В качестве трофеев? Ну, топлива не было. Подбито было? Подбито было? Подбито была некоторая техника? Ну, уже... С миллионетов... Да, ничего нет. А сколько техники примерно? Подстеряли? Ну, когда мы уходили... Якобы дорогу там искать, ну, обходим. С нами шесть единиц было танков. Одно БМТ и один БТР. Ну, в общем, сложности 8 единиц техники. Хорошо. А куда вы направились пешком? Пешком мы собрались. Как бы с нами все... Как бы это был комбат. Вот. Он принял решение вывезти. Сохранить личный состав и жизнь. Потому что уже поняли то, что мы в окружении. И в сторону востока, в сторону границы. Выйти к своим. Уйти на границу. Вы хотели попасть домой, я правильно понимаю? Или вы... Да. На тот момент, да, мы шли на границу. Угу. Угу. И далее вы выходите... Ну, вышли мы... Четыре дня мы шли лесополцами, обходя все населенные пункты. Вот. И... Перед равнами уже нас там опять территориальная оборона взяла в окружении. Как выходит, что это его территориальная оборона? Ну, они были в гражданской форме. В гражданской форме. Вот. У нас окружили. Двоих ранил. 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 Бой вступать не стали. Как бы. Задали спленку. Потому что с пленами вы сранены, никуда мы далеко не ушли бы тогда. Угу. Угу. Просто история следующая. Сдаться в плен. Ну, у нас сейчас даже действует программа. Я думаю, что у вас телевизор есть. То есть я это понимаю. Что российские военнослужащие могут просто прийти и сдаться в плен. Плюс если они это сделают с техникой, то они потенциально богатые люди. Потому что будут выплачиваться за эту технику деньги неплохие. И на время военных действий, естественно, они будут изолированы. Ну, они даже как пленные не будут считаться просто. Вот. Я это к тому веду, что ваша сдача в плен, она могла быть бескровной. То есть если бы кто-то из вас вперед пошел и просто положил лужи и поднял руки, то не было бы вот этих раненых, о которых вы говорите. Это и есть добровольная сдача в плен. А вы, получается, загнали себя в ту ситуацию, когда у вас уже просто другого варианта, я так понимаю, не было. И вам пришлось сдаться. Нет, мы как бы... Ну, получается так, да. Ну, то есть сначала все-таки был бой какой-то, да? В результате которого появились радио, нет? Нет, бой не было. А они поняли друг друга? Нет. Не поняли. Витя, я наточняю... Мы как бы просто хотели не сдаваться в плен, а чтоб нам дали возможность уйти с оружием себе на родину. То есть мы не хотели сдаваться в плен изначально. То есть мы попались местному населению. Хотели с ними говорить тот момент, что дайте нам пройти. То есть мы никого трогать не собирались. Просто дайте пройти и все. Ну, получилось так, что... Получилось так, что попали в плен. Ну, а как вы оцениваете действия местного населения в своем отношении? Нормально. Гуманно. Гуманно очень, на самом деле. То есть... Не, ну они же вам не дали выйти, как вы хотели. Ну, мы тоже не стали стрелять. Они были в гражданской форме и по-гражданским стрелять мы тоже не стали пропустить будут действия. Вот так вот. Не-не, я не говорю о том, что вы там не правы или они там не правы. Я говорю о том, что... Вы понимаете, почему они вас не пропустили вообще? Ну, это понятное дело, да. Ну, уже понимаешь, ну, чужая территория, понятно. Люди уже как бы отстаивают свою правду какую-то с оружием. Ну, про правду не какую-то, а правду в том, что вы зашли сюда с оружием на тяжелые техники, да, и люди как бы понимают, что пропустить вас обратно в Россию, например, да, это залог того, что вы завтра обратно на другой только технике сюда заедете. Ну, это во-первых. А во-вторых, да, оккупантов берут в плен. Тут ничего нет, наверное, удивительного. Вы же понимаете, что, ну, вы уже понимаете, что война идет и все такое прочее. Это серьезная история вообще. Ну, я думаю, что вот эти офицеры должны уже это понять в данном моменте. Хорошо. Давай попробуем позвонить тогда по очереди просто и останавливай записи. Алло, добрый день, добрый день, добрый день. Я журналист, я беспокою вас из Украины. Вы хотели бы поговорить со своим сыном? Конечно. Да, вы даете согласие на то, что этот разговор будет под запись и будет опубликован? Ну, ради того, чтобы поговорить со своим ребенком, конечно, даю. Ну, вот, очень хорошо. Поговорите, пожалуйста. Мамуль, привет. Здравствуй. Мамуль, сыночек, я тебя люблю, сыночек. Привет, мой родной. Успокойся. Что твои дела, сынок? Все, не переживай. Жив, здоров. Все хорошо. Да слава тебе, Господи. Все хорошо. Сыночек, крепись, мой родной. Держись, я тебя очень люблю. Все, все, успокойся. Как твое здоровье? Все хорошо, сынок. Не переживай. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ну, нас уже как бы, ну, мы уже ждем, когда нас обменяют. То есть, нас уже включили в Вестер и Красный Крест работают. Так что, в ближайшее время, ну, скорее всего. Я очень рада, сынок. Я очень рада. Как твое здоровье, сынок? Все хорошо. Жив, здоров. Ой, как я рада тебя слышать. Все, все хорошо. Я мой красотулечка моя. Господи. Господи, береги тебя, сынок. Что у нас там в России? Как обстановка? Что вам по новостям говорили? У нас обстановка. У нас все хорошо, сынок. Ну, это не так чуть. Все хорошо. Все нормально, сынок. Я в тебя очень верю. Твоя головка работает вот как надо. Не переживай, сынок. Все хорошо. Все у нас хорошо, сынок. Я с тобой горжусь. Я тебя очень люблю. Я жду тебя домой, сынок. Хорошо. Можно будет один вопрос? Да. Сейчас будет один вопрос зададут. Ага. Добрый день. Добрый день еще раз. Это снова я вас беспоко... Поднимите. Чуть-чуть. Вот вы говорите, у вас все хорошо в России. Вы сыном гордитесь. А у нас вот тут дети гибнут. Как вы можете это прокомментировать? Ну, у нас тоже дети гибнут. Очень много. У вас от чего дети гибнут? Ну, вы сами понимаете. Можно я не буду на этот вопрос отвечать? Нет. Ну, я просто имею в виду, что вы гордитесь сыном, а у нас дети гибнут от таких людей, как ваш сын, которые пришли в Украину для того, чтобы стрелять в украинцы. Нет. Неправда. Неправда. От моего сына дети не гибнут. Нет, 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 я понял. От вашего конкретно они гибнут, потому что он в плену. Но россияне зашли в Украину с оружием, с техникой для того, чтобы стрелять по украинцам. Вот зачем это нужно? Ну, для того, чтобы вы не зашли к нам. Я так думаю. Давайте дружить. Я предлагаю вам дружить. У нас люди застрелили... Так зачем вы пришли к нам с оружием, если вы любите нас? Ну, они там просто не понимают. А вы... Я понимаю, что они не понимают. Мы пытаемся донести. Да. Я могу тоже... Я же ничего не... Мы же не грубим ничего не... Вы! Да, да. Алло, сынок. Я все-таки хотел бы услышать от вас. То есть от вашего ответа это на сына, на вашего никак не повлияет. Мы гражданские журналисты. Мы просто пытаемся понять, что в головах у россиян. Вот вы говорите, вы на нас напали с оружием, вы нас любите, но вы на нас напали с оружием. Я на вас не напала. Вы, Россия. Мы не напали. А, а, не напали? Нет. А что тогда конкретно ваш сын на танке делал... В области... В Сумской области? Он вас защищал. Мой сын защищает вас. Вы серьезно? От кого он нас защищает? А вы сыну расскажите, как... Не вы, не ваш народ. Я про вас ничего не говорю. Я не знаю вас, я по голосу слышу, что вы очень хорошие. Да нет, давайте в общих чертах. Но есть, может быть, у вас на родине, на вашей, есть такие люди, ну как называется, фашизм, я можно так скажу? Я человек уже в возрасте, я знаю много про фашизм. Это не ваш народ. А кто это такие фашисты? Скажите, а кто это такие фашисты? Ну я думаю, наверное, это люди, которые специально обучены этому. Чему? Ваш народ не такой. У меня очень много людей работает, украинцев, которые с вашей территории. Но есть люди, у которых другая политика. О ком вы говорите? Вот можно как-то... Я говорю о нацистах. Да, уже о нацистах. Это немножко другие. Я говорю о нацистах. Это другие, я вам правду говорю, это другие люди, это не вы. Не-не-не, вы не поняли, фашисты, это те, которые вторгаются на чужую территорию, убивают людей. Нацисты, это представители социал-демократической партии фашистской Германии, да, нацистской Германии. Ну, значит, может быть, много я... Давайте, не фашиста, скажу нас, нацистам. Нацисты, хорошо. Кто это такие? Нацисты у нас, кто это? Мы много нацистов. А с чего вы... Нацистов, это те... Это очень плохие люди. Да, это очень плохие люди. С чего вы взяли, что они у нас есть? У ребенка я награделась очень много. Я понял. А как вы думаете, если бы ваш ребенок попал к этим самым нацистам, что они должны были бы с ним сделать? А его там уже не было. Правильно. А как вы думаете, к кому попал ваш ребенок? Я считаю, что попал он к украинским. Так тут нет никакого разделения на нацистов и украинских военных. Потому что нацистов здесь нет. Здесь все вооруженные силы Украины. Никаких нацистов. Есть нацисты. Есть. Я вам говорю, что есть. Прежде чем найти своего ребенка, я столько посмотрела. И я рада, что ребенок находится у вас. В ваших руках. Если бы ребенок... Так а где тогда нацисты? Где... Нацисты, где тогда? Нацисты, где тогда? Если он в наших руках. Нацисты, где... Они захватили вашу территорию. Нацисты... Какую нашу территорию? Что вы чепуху какую-то несете? Какие нацисты? Никто ничего не захватил. Вы пришли, убиваете людей, украинцев. Не нацистов вы убиваете. Потому что их здесь нет. Вы просто убиваете украинцев и рассказываете мне сейчас. Ну вы что, лучше меня знаете? Вы что, лучше меня знаете, кто у нас в Украине живет, что ли? Не пойму. Пожалуйста. Извините. Мамуль. Я кричу, потому что у нас люди гибнут. Да. Мамуль. Пойми, ну вам. Сынова. Я тебе приеду, еще более конкретно все расскажу ситуацию. Но ты сейчас не права. Я рада. Это... Ты сейчас не права. Пойми и все. Понимаешь? Ну, я с тобой согласна. Я совсем согласна. Все, что ты сейчас будешь говорить, я согласна. Потому что его убьют сейчас, да? Береди тебя. Самое главное береди тебя, сынок. Поменьше новостей смотри, на самом деле. Ну, мой совет. Хорошо. Хорошо, сынок. Хорошо. Я рада тебя слышать. Все хорошо. Я рада. Я горжусь тобой, сынок. Все. Жив-здоров. Весь город за тебя переживает. Все понятно, ладно. Все убивай. Все хотят, чтобы у тебя было... Все, мам. Времени нет. Все. Жив-здоров. Давай еще десять человек. Помните, просто там сейчас... Присядьте. Я еще вам вопрос задам по поводу этого. Ну, что там происходит у людей? Я не говорю за машину. Кому это не единичное. Ну, это... Как бы... Так сказать... В нашем государстве идет навязывание головы у людей. Развинить информацию. Ну, я так понимаю, что... Половина людей нашего государства так и думает. Что... Здесь какие-то есть нацисты. И то есть... Мы должны... Как освободить украинский народ. Так сказать. Это в головах сейчас у наших граждан. Так. Это диктуется с телевизора. Через социальные... Все эти пропаганы. Я с большим трудом сдерживаюсь. Я понимаю. Для того, чтобы не... Сдерживать себя. Я понимаю. Потому что вы не представляете, что это такое? Вообще слушать вот это вот? То, что они говорят... Для меня тоже сейчас это дико, на самом деле. Слушай, потому что я здесь уже побывал. Я здесь вижу, какая здесь обстановка происходит. На Украине. А где они видели этих нацистов? Это им показали... По телевизору. Вырезки из каких-то маршев. Там факельных шествий. Поймали трех человек с какими-то наколками. Татуировками нацистскими. Так они у вас тоже такие люди в России есть. И полно. У нас, к сожалению, народ сейчас в Румане. Скажите, пожалуйста. Все-таки фашисты это кто? Фашисты это крайняя степень нацизма. Это который уже идет уничтожение одной нации другую конкретно. Вот как делали, к примеру, в Германии, в фашистской Германии. Они уничтожали евреев. Евреев, наш народ. В торге с чужую страну? Да, в торге седачки уничтожали. И уничтожают чужой народ. Чем вы от них отличаетесь? Ну, не вы в частности, российская армия. Да. Можно так сказать, что можно даже приравнять, к сожалению. А как это донести туда? Это будет очень сложно. Это надо, чтобы люди приезжали уже сюда. Вы свободно разговариваете? Да, я свободно разговариваю. Да, я свободно разговариваю. Хорошо, давай остановим дальше потом. Пойдем. Здравствуйте, это Владимир. Я журналист из Украины. Вас беспокоил. Вы хотели бы поговорить с мужем? Со своим мужем? Да, конечно. Вы, я вас должен предупредить, что это под запись и для публикации. Вы согласны? Да, да, да. Да, говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Привет, Зай. Привет, как ты там? Ну, ничего, потихонечку. Я жив и здоров. Да, все нормально. Да, все нормально. У тебя там как было? Ну, как было. Да, потихонечку, как еще можно было. Понятно. Ну, что там родители так? Да, ничего, нормально держатся. Держатся? Ну и хорошо. Держат, да. Да, да, да. Понятно. Все нормально. Все там точно все хорошо? Да, все хорошо. Кормят, одевают. А? Что? Кормят, одевают, говорю, нормально все. Ой. Какие страшные вещи показывают. Да, кругом страшные вещи. Это там? Да. Сами натворили этих страшных вещей. Ой, это вообще какой ужас. Ну, давай. Как страшно тянул. Держитесь. Держитесь. Главное, это как правило. Ну да, ну ничего, тут Красный Крест приезжал. Данные наши собрали. Да, да, да. Сказали, будут готовить документы на армян. Я подавала ей заявку тоже. Ну вот, как к нам приезжали сюда. Главное. Ну что там этот? Не слышно кого-нибудь меня или нет? Ой, не знаю даже. Слушай, какого-то этот меняет. Нам ничего не говорят. Все как-то это. Тихо-тихо. Понятно. Так что вот, ну ты не волнуйся. Все сделаю, что смогу. Ну и вы тоже там не волнуйтесь. Нормально все будет. Ты меня понял? Да. Хорошо. Главное тебе там где жить, ладно? Да, хорошо. Вода не надо? Конечно. Хорошо? Да, хорошо. Сейчас, секунду, вопрос зададут. Можно вопрос вам? Да, это снова я. Да, конечно. Ну вот, вы говорите, вот вы говорите с мужем, что страшные вещи происходят. Муж ваш, ну очевидно, уже понимает, что это страшные вещи. Принесла Россия. Вы это понимаете? Ну, во-первых, я ни разу не сказал слово тупорылые. Да. Ну, что-то около того, скажем так. Потому что вы смеетесь над тем, что мы их отправляли просто в командировку. А мы их так и отправляли. Если бы, например, вы видели его вещи, мне ему давало 12 носков, 12 трусов. Не-не, вы не поняли немножко. Никто не апеллирует к вашей позиции, что вы отправляли их на учение. И мы не апеллируем к позиции этих людей, что их отправляли на учение, потому что они зашли сюда одни из первых и одни из первых в плен попали. Мы с этим не спорим. И никто за это не говорит. Я апеллирую к вашей позиции, что непонятно кому верить. Пришли люди в Украину с оружием на танках. У нас куча смертей здесь. Кому верить? Ну, я тоже не знаю. Вот понимаете, он у меня уехал туда. Сейчас я вижу эти страшные вещи. Я тоже в шоке. Это как странное кино для меня. Я до сих пор не понимаю, что творится в 21 веке. Так для вас кино, а у нас, у людей дома разрушены. Родственники убиты. Девочки изнасилованы маленькие. Так, правильно. Тут смысл-то в том, что если ваши убиты, то они на нашей территории убиты, а они к нам с оружием пришли. Зачем это? Мы пытаемся на вашу сторону донести, что не нужно этого. Не нужно сюда просто идти. И никто не будет убит. Это понятно. Я вам про то, что у нас там есть родственники. Так, или... У многих есть родственники, там они тоже в шоке, что происходит, что это такое, кому это надо, откуда мы знаем, откуда. Можно это понять. Ну вот, давайте просто, ну давайте, давайте просто логично попробуем. Ну вот, если ваше правительство послало ваших солдат сюда с оружием, наверное, убивать людей, да, послало с оружием. Так кто виноват? Мы виноваты в том, что ваше правительство сюда солдат своих послало? Конечно нет. Ну, так а кто виноват тогда? Не сложно, наверное, прийти к этому выводу? Ну это понятно, но нас же тоже не спрашивают каждого. Вы так иногда рассуждаете, что вот Путин пришел к нам, каждый не спрашивает. Нет, я никогда так не рассуждал. Никогда я так не рассуждал. Я просто всегда, когда мне говорят непонятно кому верить, я, ну, строю не то чтобы легкую, там, элементарную, примитивную логическую цепочку, да, из которой, ну, понятно, что Путин вас спрашивал, не спрашивал. Ну, кто виноват-то, понятно? В истории в этой? Двояко все равно. Давайте попробуем подумать, в чем двоякость заключается. Смотрите, на вашего мужа никак не повлияет этот разговор. Я гражданский журналист. Мы просто пытаемся поговорить с вашими людьми для того, чтобы другие ваши люди послушали и вот тоже разобрались вот в этой двоякости, в чем она заключается, эта двоякость. Потому что для нас все однозначно. Вы пришли к нам, наши люди гибнут, ваши люди гибнут, но это вы к нам пришли, а не мы к вам. Просто уходите домой и все, и никакой двоякости нет. Уходите домой, как будто я там лично сижу. Не вы. Не вы. Не вы. Не вы. Не вы. Понятно, да. Но я про двоякость. Что двояко? Указала своя правда, да. Ну, хорошо. Моя правда такая. Вы пришли на нашу землю с оружием убивать наших людей. Уходите домой. Ваша правда в чем? Ваша правда в чем? Моя лично. Не ваша лично. Россиян. Россиян. Россиян, которые это поддерживают. В чем их правда? Я не знаю. Понимаете? Я вам про это говорю. Мы не знаем, что происходит. Ну, смотрите, я вам привожу аргументы, которые они не то что однозначные, они очевидные, они понятные. Я понятно и рационально обосновываю свою позицию. Все россияне говорят двояко, непонятно, не знаем, кому верить, но обосновать каким-либо образом свою позицию никто из них не может. Это ведь странно, правда? Но кто-то говорит про нацистов, а нацистов никто не видел, этих нацистов. Понимаете? Кроме как по вашему телевизору там три ролика, которые крутились 10 лет подряд. Про вашу страну тоже можно было таких три ролика снять и тоже их крутить. Ладно, все. А я сейчас в позиции вернуть мужа домой. Это понятно, все. Ну, прощайтесь. Дальше. Ну, там этот... Всем привет, передавай. Скажи, все нормально. Это понятно. Все хорошо. Точно все хорошо? Да, все хорошо. Держите. Давай, там. Не переживай. Пока. Я все делаю, слышишь? Да, пока. Давай, пока. Ну, вы понимаете, зачем эти разговоры или нет? Выбор. Все, понятно, что ты... Парни, кто следующий? Вы просто все перемешались, я что-то не знаю, кто где. Дим, да, имборцы были следующие, кто-то сигарет. Как фамилия? Кислицын. Пытались дозвониться вашей сестре, отправили вашу фотографию. Написала номер телефона. Написала номер телефона. Все, сейчас. Задо звонить. Дальше идет. Да, я на камеру прошу. Добрый день, меня зовут Владимир. Я из Украины. Я звоню вам. Я журналист. Вы хотели бы пообщаться с зятем, я так понимаю, да, со своим? Ну, да. Должен предупредить, что разговор под запись и для публикации. Вы согласны? Ну, конечно. Ну, если согласны, то поговорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, привет, Мак. Как у вас дела там? Да слава богу, у тебя как? Да, сижу. Сижу. Поговорите, как говорится. Плен взяли. Да я в курсе, я смотрел там по контакте все дела. Ну, там нормально как бы. Люди обращаются. Да, 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 все. Все хорошо, да. Так какие и наши обращаются к Маслевая камня. Я не знаю, как наши обращаются. Да, вроде хорошо. А с чего он взял, что хорошо? А откуда информация такая? Да ну, как откуда? По телевизору показывают. Да по телевизору мало надо верить, что показывают. Ну, да. Ясенько. Ну и что там, как нам, как говорится. Как нам увидится и на родину вернулся. Приезжал Красный Крест. Представители Красного Креста. Внесли нас в свою базу. Вот. Помогу. Будут как-то, наверное, способствовать. Понятно. Попадание домой. Ну, по правам человека, значит, там тоже все в списки внесли. Так что в Москве все эти фамилии от их списка. Вот. Так что все знают. Все знают о том. Все видели твою картинку. Все это в Москве тоже. Люди как бы показали официально, что так и так. Как, как у Юли? У Юли как? Что здесь? Живот. В Юли все хорошо, слава богу. В больничку сегодня ездили. Там, ну, все нормально, в общем-то. Нормально? Подконтролем все. Дату не сказали? Что? Дату примерно не сказали? Рождение. Да, как бы, да так же ж примерно, июль месяц. Ну, так, да, это понятно. Ну, сейчас мы повезем на обследование в Воронеж. Не слышал. Наверное, на удержание поставим. Можно меня? Алло, алло, вот сейчас слышу. Так. Ага, сейчас я припаркуюсь, а то я в движении. Угу, да, да, да. Вот. Да я недолго буду разговаривать, тут просто еще люди. Я, ну, я понял. Ну, короче говоря, самое главное, все в порядке, все в контроле. Да, да, да. Относится к нам, относится к нам хорошо, очень здесь нормально, кормят. Ну, я видел контакт, первое впечатление хорошее, наверное, к хорошим людям вы понимали, что. Да, да, да. Мы с отцом ездили, как бы, к ребятам твоим, вот, там, ну и так далее, встречались. Ну, не буду об этом говорить, это не нужно. В общем, такая тема про Москва в курсе, все видео там, ты в списке, значит, все под контролем. Там сказали так, что люди, в принципе, знают, где это все, как нам выйти, откуда они знают, все знают, все, кто там люди, ответственные лица. Сейчас, 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 сейчас вам вопрос зададут, журналисты. Еще раз, здравствуйте, это снова я. Вот вы говорите, вы к хорошим людям попали. Ну, мы просто, я как журналист, это можно увидеть у меня там в Ютубе, на Телеграме. Езжу по разным местам, по разным городам и везде, как бы, все, все пленные попадают к хорошим людям. А плохие тогда это кто? Ну, вот показывают, что пленных стреляет, что там грузин какой-то, ну, помнишь такое, десантников взяли в плен, они еще там живые, шевелятся, он демонстративно стреляет в голову. Вот так, вот так нам показывали. Это ж не то, что там кто-то, кто-то рассказывал, а показывали по центральному телевидению. Ну, то есть, один ролик, один ролик крутят, да, по центральному телевидению, что кто-то пострелял в ваших пленных? Ну, ну, в принципе, да, это показывали, как это было где-то там под Киевом, десантники тоже отходили, и вот такая ситуация. А вам не показывали? А может быть, знаешь, это постановка, потому что вот, что по куче там, что вот это, все это может быть. Ну, то есть, я прошу прощения, вы понимаете, что здесь как бы можно положить на чашу весов один тот ролик, который у вас гоняют по телевидению, достоверность которого под глубоким сомнением, и 70 моих роликов, где я разговариваю с пленными, 70 роликов, где я разговариваю с пленными, у всех все хорошо, люди домой возвращаются. Ни один из них после возвращения не сказал, что с ним плохо обращались. Знаешь, да, были такие, вот те, которые приходили, общение было, они рассказывали только положительно, я вот это как бы воспринял. И как бы не возникает диссонанс такой, да, что вроде как вот ехали тут... Не, ну ты знаешь, что такое война, это же всем известно. А зачем она война, зачем она война, как вы думаете? Конечно, конечно, война это плохо. Это, знаешь, война происходит из-за того, что политики чего-то, помнишь, как Лебедев говорил? Знаешь, политики не договорились, и из-за того, что они не договорились, происходят жертвы. Это очень печально. Ну я понял, ну а о чем надо было договориться вот с Россией, для того, чтобы вот не было жертв? О чем? Что мы должны сделать? Я ж не политик, честно. Да я понял, я ж тоже не политик. Вот мы между людьми говорим просто так, для того, чтобы другие слушали тоже и как бы понимали. Мы вроде у себя в стране находимся, мы вроде себе живем, да. А то, что у нас происходит, то у нас происходит. Россия зачем-то пошла к нам на танках, и чего они хотели этим добиться, и чего, какая цель? Вот вы для себя понимаете? Ну ты жеишь, приказывают, вот как дядь мой попал. На учения поехали, куда они поехали, значит, никто же не знал, куда поехали. За неделю до того, куда-то на учения поехали. Потом раз... Ну ладно, да, все, прощайтесь, понятно, это есть история по кругу. Ладно, всем привет передавайте. Да. Все, всем привет. Юль, ну, слушай, рад тебя слышать, я говорю, не переживай, дочь под контролем. Надеемся на все выезды с него, молимся. Ребята, я думаю, помогут нам с той стороны. Вот, Красный Крест, вот, ну, в принципе, работа идет, я думаю, все должно быть хорошо. Дай Бог здоровья всем и тем, которые хотят добра, делают добро, хорошее дело. Потому что люди, есть люди, люди, у них есть душа, сердце, у них есть человече все. Чем мы-то и отличаемся от животных, благо Бога. Да, да. И милосердие, это, конечно, Всевышний, Всевышний Создатель наш, он принимает всех нас. Все, 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 я вынужден сбросить. Просто еще много людей звонки. Здесь много звонков. Я очень рад был. Посмотрите на видео, это все посмотрите. Мой поклон, это, что они организовали звонок, вот, Юлечка позвонила мне, папа, вот, занятия, кто-то, что-то, как-то. Я ей сказал, что в случае чего, вот так вот. Понятно. И все, все, да, ясно. Все, спасибо, спасибо. Потому что, знаешь, она в положении, ее беречь надо. Да. Все, все, все. Да, я тоже вас, я тоже, я тоже. Все, я понял. Спасибо, ребята. Давайте, давайте. Я как-то... Не, ну, видите, здесь хотя бы история, ну, то есть он, по крайней мере, не рассказывает, что это нацисты. Да, я в новости знаю, где смотреть. Ну, точно. Он смотрит политиков, которых сразу же смотрел там такие вот каналы, где, ну, сразу блокируют их буквально. Вот. Все, могу. Да, да, конечно. Вы хотели бы поговорить с мужем, со своим? С мужем? Конечно. Я с мужем полтора месяца не разговариваю. Да, я просто должен вас предупредить, что разговор под запись и для публикации. Вы согласны? Да, я даю согласие на запись. Наверное, вы смотрите мой канал. Поговорите. Да, Владимир Золькин, конечно, я постоянно завершаю. О, привет. 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 Как ты? Как дела, Тима? Ничего, нормально, пойдет. Все хорошо, пойдет мальчика кормлю. За девочкой в садик надо пойти. А, понял. А тебе это мама звонила, что ли? Какая мама? Моя мама сказала тебе, что здесь. Нет, я самое первое узнала, а потом уже всем остальным. Ну, у меня все хорошо, все нормально, в кляну здесь, в Украине. Ты не ранен, самое главное? Нет, все нормально, живой, здоровый, кормят. Самое главное, просто я очень переживала. Все нормально. Мама звонила, я с твоей мамой разговаривала, как она? Я с твоей мамой буквально разговаривала дня два назад. Я просто писала, и в Минобороны, то есть везде, куда можно писать, я писала. И хотела просто ее успокоить, что с тобой все хорошо, и ты жив. Она себя хорошо чувствует, все нормально у нас, не переживай. Просто маме, маме скажи, что все нормально, то она в прошлый раз как-то узнала, и так, и так, под капельницей лежала. Когда прошла звонила. Я знаю, у тебя как дела, расскажи. Все хорошо, все нормально. Брат тоже знает, да? Все знали, все до единого, мы тут уже все переживаем, и маму, и папу, и все. Все не понял. Хорошо. Ну, иншала, все нормально будет. Ну, к нам сюда уже этот, и Красный Пресс приезжал, как бы в ресторан, и все нормально. Я три раза им писала, и звонила, и никакого ответа не было. Ну, дай бог, что все хорошо. Ну, не знаю, здесь, и здесь приходят, работают с нами. Как бы все нормально, отношения гуманно, как положено. Так что все хорошо. Самое главное. Скорее бы это все закончилось, и все там вывернулись. И вы, и их сторона. Согласен. Поскорее. Просто я, я считаю, что эта война, она никому не нужна. На самом деле. Она и не нужна никому. Просто так ребята умирают. И наши, и их. Мне их жалко, и наших жалко. Всех жалко. Ну, видишь, у нас никто не спрашивает. Вот ты как военный. Ты мне сказал крайний раз. Я уезжаю на учение. А потом бац, и пропадаешь. Это как вообще понимать? Ну, вот так вот. Вот так и отправили. Поехали на учение, в итоге. Заехали на Украину. О чем можно еще говорить? Я не знаю, я не знаю, что сказать. Но ты не ранен был. Я просто с тобой никакой фотографии, ни видео. Я все, что можно облазить, все облазила. И вот человек, с которым ты беседуешь, и у него на странице с тобой ни одного видео не было. Поэтому. Все нормально. Я прошу прощения, скажу. Больше тысячи человек. То есть вам еще повезло, что он попал где-то в 80-м, там, я не знаю. Понимаете? Но все этим интересуются. Когда будет мой? По теории вероятности, вот из тысячи человек, когда будет? Может быть 500-м, может 600-м. Никто не знает. Я у вас спрашивать ничего не буду, потому что вы вроде и сами все уже ответили, поэтому договариваете. Ага. Вот так вот. Хорошо. Ну хорошо, тогда держитесь. Я очень рада, что я не подзвонил. Все хорошо. Держитесь маме, позвони, скажи, что все нормально. Дай знать, всем привет, передай. Сейчас же я ей позвоню и все скажу. Спасибо вам большое за возможность поговорить. Держись. Хорошо. Для наших пленов, что-то было бы. Давай тогда, спасибо. Вот видите, я ничего не спрашиваю, потому что человек говорит, что война не нужна и все такое прочее. Короче, имеется в выпуске. Разговор под запись и публикацию со своим братом. Еще раз повторите, пожалуйста, что даю. Вы можете поговорить со своим братом, но я вас предупреждаю о том, что разговор просто будет записываться и будет опубликован. Вы даете согласие на это? Хорошо. Хорошо, говорите. Алло, привет, Сестенка. Привет, Дим, как ты? Да, нормально, все нормально, все хорошо. Жив, цел, здоров. Я очень переживаю у тебя. Не переживаю, все нормально. Все нормально. Нахожусь в плену на Украине. Относятся к нам нормально. Приходили представители Красного Креста, то есть нас внесли в реестр. Надеюсь, что у нас все получится, обменяются скоро. Так что не переживай. Как там родные? Когда ты вернешься? Надеюсь, что скоро вернусь. Ты, главное, не волнуйся за меня. Все нормально, все хорошо. Как там родные, как там мама с папой на это делать? Все нормально. Ты с мамой разговаривал со своими? Нет, у меня сейчас как раз дадут возможность позвонить. Так что передай всем то, что со мной все нормально. Живой, здоровый. Блин, я сильно рада тебя слышать. Я вообще очень переживала у тебя. Все, тихо, не плачь, успокойся. Все нормально. Слышишь? Все нормально. Так вот точно все хорошо? Да, все хорошо. Я не ранен, ничего, все, живой, здоровый. Все хорошо у меня. Ладненько, у меня время мало. Ксюша. Зачем ранен? Хорошо. Блин, я очень рада, что смогу от стола слышать хотя бы. Можно один вопрос? Сейчас тебе, Ксюша, один вопрос зададут. Это снова я. Чисто по-человечески, без каких-то там объяснений больших, крупных и глобальных. Как вы думаете, зачем вот эта война нужна? Если честно, я сама не понимаю. Я вообще далека от всего этого. А ваш брат близок? Я вообще за мир. То есть, за мирное решение каких-либо ситуаций. Война никому не нужна. Мы просто со своей стороны, с украинской, мы понять не можем, как нам, что нам нужно предложить для того, чтобы эта мирная ситуация наступила. Вроде как мы у себя дома жили, себе не тужили, никого сюда не звали. Пришли люди с оружием. Теперь один из них находится рядом со мной в плену, и мы пытаемся поговорить, зачем это все нужно, и чего хотят россияне. Чего вы, ну вот, россияне от украинцев хотят? Вы конкретно у меня спрашиваете? Я вообще далека от власти обычный человек, то есть, ну... Ну вы по-своему, по-человечески не задумывались над этим? Нет, не задумывалась, но я задумывалась над тем, что не вам, не нам это... Я считаю, что это вообще не нужно. Ну да, в том-то и дело, видите, мы же... Да, да, в том-то и дело, видите, мы же по-нормальному, по-человечески общаемся, пытаемся найти какой-то компромисс, даже вот просто между людьми, просто попытаться понять, чего вот хотят вот россияне, потому что они выходят, какие-то митинги проводят там в поддержку вот этого всего, а мы не можем понять, зачем, чего они хотят, эти люди. Они хотят захватить Украину, но не получится. Они хотят, чтобы Украина разоружилась, Украина, наоборот, вооружается. Но она не вооружается для того, чтобы на кого-то напасть, а только с целью самозащиты. Нацистов не нашли вы здесь. Мы тоже, кстати. Скажите, пожалуйста, будет возвращение моего брата? Так вы не понимаете, я обычный гражданский журналист. Я не занимаюсь ни вопросами обменов, ни вообще никакими другими вопросами. Я не имею на это никаких полномочий. Ну, конечно, обмены идут, и нам нужны обмены, и нам нужно тоже видеть, что к нашим пленным на вашей стороне нормально относятся. Но мы этого чуть не видим. Вот мы все показываем, все рассказываем, все данные публикуем, ресурсы специальные создали. А вот с вашей стороны как-то ничего этого нет. Ладно. Да, сейчас... К сожалению, я за все это ответить никак не могу. Да, я понимаю. Ксюш, Ксюш, сейчас маме позвони, скажи то, что я сейчас позвоню. Все, уже она звонила. Все, давай, зайка, давай, держись. Маме позвонить? Да, позвонить маме? Да, да, да. Скажи то, что я сейчас... У меня нет ее номера. А все, вы сейчас сами с ней поговорите уже с мамой. Нет, подожди, а чей она номер... А чей ты сейчас номер скинула? Когда скинула? У меня сестренка еще мне помогала вот это все организовать. Я понял. Там бабушке Оле позвони прямо сейчас. Вот спроси, у нее есть номер моей мамы. Вот пускай и напиши как раз в контакт. Чтобы она трубку взяла, да? Да, да, да. И контакт пусть... И контакт мамы, пускай бабушка тебе скинет, а ты уже скинешь на... Я могу, может, лучше у дяди Саши спросить? Или у дяди Саши спроси, да. Только быстро. Только очень-очень быстро, времени мало. В течение получаса. В течение получаса максимум. Пусть предупредит и напишет... Да, и пускай предупредит мою маму то, что я позвоню с другого номера. Вот, пускай не пугается. Все, поняла. Все, давай, люблю тебя, целуй. Я все очень люблю, обнимаю. И я тебя. И я тебя, дорогая. Давай. Давай, пока-пока. Звоним с латвийских номеров или с литовских. Так, все время разных. Все время разных, просто потому, что Россия даже звонки из Украины заблокировала. То есть даже... Да, добрый день, меня зовут Владимир. Добрый день, меня зовут Владимир. Я звоню из Украины, я журналист. Добрый день, алло. Добрый день, алло. Вы хотели бы поговорить? Я слушаю вас. Вы с сыном хотели бы поговорить? Да. Разговор под запись и для публикации. Вы даете согласие? Да. Да. Я могу так согласить. Алло, мамуль, привет. Дима, привет. Привет, мамуль. Привет. Успокойся, все нормально. Слышишь? Живой, здоровой. Все, тихо, мамуль, успокойся. Со мной все нормально, слышишь? Все хорошо. Не раненый, живой здоровый. Руки, ноги на месте. Нахожусь на Украине в плену. Мамуль, я на Украине нахожусь в плену. С нами нормально обращаются, гуманно. Кормят, одевают, душ, какие-то потребности. Все предоставляют, относятся к нам гуманно. Так что ты не переживай. Я очень переживаю, мы все переживаем. Все, мамуль, успокойся. Мамуль, не плачь. Не плачь. Папа, как? Ты же ничего плохого не делал. Мы ничего плохого не делали. Даже упорщик, если ты. Мы ничего плохого не делали. Папа, как? Я знаю, что ты ничего плохого не сделал. Папа, как? Как родные, мам? Я знаю, что ты не можешь. Мам, как там родные нас? Папа, нормально. Бабушка с дедушкой. Бабушка болеет. Она очень переживает. Позвони им, скажи, что все нормально со мной. Мама разбила голову и, потому что она стала падать, терять сознание. Мамуль, молимся. Все, 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 мамуль, успокойся. Молимся за меня. Успокойся, Мамуль. Все нормально, все хорошо. К нам приходили представители с Красного Креста. Нас занесли в реестр. Сказали то, что будут обмены. И надеюсь, что скоро вернемся все мы домой. Так что не переживай. Так что не волнуйся. Все нормально. Скоро приеду. А когда? Когда? Ну, как договорятся, так и приеду. Дима, я молюсь. Все, мамуль, все, успокойся. Что вы будете живы, здоровы. С нами все хорошо. Молюсь за мир, в любви. С нами все хорошо. Все хорошо. Передай тоже всем остальным то, что я вышел на связь. Все нормально со мной, вы живы. Здоровь. Спасибо, хоть весточка какая-то. А то больше месяца, ведь так плохо тебя держат. Да, у нас... Вот с Россией от наших весточек нет. У нас отношение к нам нормально, мам. То есть не избивает ничего. Нас кормят, поят. То есть предоставляют нам все. Так что ты не волнуйся. Три раза кормят, моемся. Спишь ты где? Ну, так же на кроватях. Все увидит. Я подумала, что одежда, одежда. Одежда есть. Все есть, мам. Ты созвонись с Ксюшей. Она тебе скажет, по какому каналу меня можно увидеть. Ну, сама все увидишь. Там все про наш быт, про нашу жизнь вообще. Все описано, все покажено. Ты работаешь, наверное, да? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Как делаешь целый день, что делаешь? Ну, просто сидим, смотрим телевизор, телевизионные передачи и все. Как бы... Как? Нигде мы не работ... Нет, 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 нет. Нас тут много, да, нас тут... В коллективе. Да, 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 да. Все с нашего полка. Так что ты не переживай. Ты, главное, не волнуйся. Главное, береги себя. Я. Главное, береги себя. Мы тебя все ждем в тобой. Обязательно вернусь. Обязательно. Я, молю Бога. Вернусь. Вернусь. Я, здоровья, всех наси. Чтобы попали вернуться домой. Все, мамуль, вернемся. Обязательно вернемся. Обязательно вернемся. Я боюсь, что я не буду... Очереди, мам. Ой, мы в порядке сейчас очереди находимся. Вот, по обмену. Вот, так что ты не волнуйся. Скоро приеду. Все нормально, не волнуйся. Все хорошо. Понятно. А ты с ребятами со своими, которых ты знаешь, да? Да, 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 да. Все друг друга знаем, вот, и все, все нормально. Все хорошо. Что ты еще мне расскажешь, сынок? Ну, как у тебя там со здоровьем? Со здоровьем нормально, все хорошо. То есть медицинское обеспечение нам предоставляет... Ой, сорвалось. Давайте я перенаберу. Так, останавливаю уже запись, потому что... Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Украины, вас беспокою. С мужем со своим хотите поговорить? Нет. Должен предупредить, что разговор под запись и для публикации. Вы согласны на это? Вообще, как бы нет для публикации. Ну, смотрите, мы даем пообщаться... А вы только недавно начали спрашивать наше мнение? Да, мы... Ну, как... Подрещайте наше мнение. Как недавно? После того, как у нас заблокировали... Ну, ваше видео не видел. Ну, первых 10 роликов, где мы не спрашивали, просто мы не знали об этом, что у вас там по законам нужно это спрашивать. У нас их заблокировали, дальше мы спрашиваем. Ну, то есть, как бы, или так, или никак, потому что, понимаете, да, мы идем вам навстречу. Так вы даете согласие? Даю. Оле, привет. Привет. Как дела там? Нормально. Что, дети там? Тебя как? Нормально, нормально, да, все. Клянул в Украине. Дети тоже в порядке. Относятся хорошо, все замечательно. Что? Красный крест приезжал. Причем все замечательно. Да. Все нормально здесь. Нам как к людям относятся, что у нас тут может быть. Да, все хорошо. Ну, я надеюсь, что это не для эфира субказано. Нет, ну, нет, нет, все нормально, реально. Что там, как Владик, как Вика? Что вам говорят? Да, ну, ничего не говорят. Владик с Вика нормально. Вам там, наверное, больше говорят. Я говорю, вам там по телевизору, наверное, больше всякой фигни говорят. Ну, не больше, чем вам, я думаю. У нас немножко другое телевидение. Либо точная противоположность, то, что говорят. Вот именно что? Вот кому сейчас верить? И поэтому я никому не верю. И мне что ли тоже? Ну, тебе, я надеюсь, что говорю. Это все сказано. Нет, нет, все нормально. У нас даже за это... Я надеюсь, что... Ты там на работе сейчас? Очень надеюсь, что мы ждем. Да, на обеде. Ага. Понятно. Ой, я уже ждала, что мы готовы. Сестры мне звонили? Да, все ждем. Все в курсе? Все за тебя переживают. Ну, как ты думаешь? Ну, не знаю. Все в курсе, все идут. Все переживают. Все понятно, понятно. Ну, так что, ждем тебя домой. Ну, мы тоже ждем, когда у нас уже поменяют. Ну, чем, 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 дети спрашивают, когда к папе приедет. Слушай, тоже дождались. Ну, понятно. Я понял. Разве что ты позвонил? Довелось, видишь, приехали к нам. Получилось позвонить. Будете вопросом? Да, если можно, один вопрос. Да, да, да. Все там, все в порядке? Да, да, все нормально. Со всеми, кто с тобой был? Да, все, кто со мной был. А там про наших никого не слышно? Никого там не обменяли, никто не приехал? Кого-то обменивали. Не, из наших. В контракт был. Я понял, понял. Сейчас тебе вопрос зададут. Хотел, да, хотел вопрос один задать. Вот вы говорите, не знаю, кому верить. Почему вы нам не верите, что россияне пришли в Украину и убивают наших людей? Ну, скажите, пожалуйста, я смотрю новости и с вашей стороны, и с нашей. Просто полная информационная положительность, поэтому я не знаю, кому... Да, без новостей. Я новости, например, вообще не смотрю. То есть, давайте без новостей. Россияне пришли в Украину на танках? Пришли. Пришли. Зачем? Без новостей. Еще раз. Ну, зачем? Без новостей просто. Как вы думаете? Ну, я знаю. Я знаю, что... Как выкрутите наши разговоры, поэтому я вообще как бы на вопрос в вашей, в вашей почте отвечу. В смысле, как выкрутите? У нас без монтажа все видео. Да. Я сейчас сижу, вот, и... В камере тут я, мой напарник и еще 9... 10 ваших офицеров. Как я выкручу разговор? Не знаю. Ну, так... Как вы это умеете делать? В смысле? Ну, как я умею это делать? Я вам задаю простой вопрос. Пришли на танках? Да. Зачем? Ну, вы как человек можете ответить? Зачем? Для чего я знаю? Для чего? У меня муж поехал в командировку. Да, я понимаю. Про командировку это все отвечают. Про командировку. Понятно. Понимаете? Потому что так оно и есть. Да. Не спорю. Вот он спешил. Спросите у него. Не спорю. По-человечески вы понимаете? Зачем не ваш муж, а вообще россияне едут в Украину на танках? Низменно. Не знаю, зачем. Все. Алло. Юля. Да. Ладно, давай там еще людям позвонить. Все, рад был слышен. Детям привет передавай. Я тоже целую. Обнимаю. Остальным тоже всем скажи. Все хорошо. Все, давай. Пока целую. Как вы думаете, они боятся говорить мысль? Да. Скорее всего, просто боязнь того, чтобы были преследованы, еще что-то. После этого выкладывания видео будет уже какое-нибудь последствие. Вы понимаете, что вы сейчас, находясь в камере в Украине, можете свободнее выражать свою мысль, чем ваши родственники, находящиеся, не только ваши, вот всех, находящиеся в России? Ну да. Мы сейчас это понимаем, да? Как этот строй называется, который у вас в России сейчас есть? Рабство или крепостное право? Рабство или крепостное право. Ну, крепостное право еще никто не знает. Примерно так, да. Примерно так. Давай дальше. Остановись. Вас беспокою. Хотели бы со своим сыном поговорить? Хотел бы. А кто? Журналист Владимир меня зовут. Ой, хорошо. Конечно, конечно. Просто я вынужден вас предупредить, что разговор идет под запись и для публикации. Вы согласны на это? А уважаемый Владимир, вы журналист какой страны? Украины, конечно. Украины. Ну, слушаем своего сына, что ли? Нет, я вас спрашиваю, вы готовы ли вы, даете ли вы согласие на записи публикации этого разговора? Что сын мой говорит? Что вы говорите, скажите маленькому? Да, да, согласен тоже. Да, будьте любезны, да, давайте слушаю вас. Алло, привет, мам. Привет, Рабусь. Здравствуй, Рабусь. Ну, что там у тебя, как? Да, все хорошо, так же, как и с самого начала, то есть так же нахожусь в плену на Украине, отношение к нам хорошее. Ну, приезжали уже с нами работать и Красный Крест, занесли нас во все реестры возможные, ждем обмена так же. то есть в нашу сторону никаких тут действий насильственных, ну, то есть все нормально, нас никто не бьет, нас кормят, поят, медицинское обслуживание, как бы, с этим все нормально. Как у вас там, милая? Да, ничего, все нормально, Луся. Слушай, родной мой, люблю тебя, Луся, очень любим, очень молимся за тебя. Вот, жалко, что не могу видеть тебя. Вроде с нашей стороны обмена идет тоже интенсивно, и тогда говорят, что Украина не пускает, там, он срывает обмен военнопленными. Вот, расскажи мне, чем вас там кормят? Как ты там? Да, кормят... Помустно, побыстно? Да, все вообще, полностью, вообще полностью. И медик приходит, чуть ли не там, через два дня спрашивает, кормят три раза в день, то есть все нормально. А так, в плане того, что говорят, там, по телеку и... Ну, я так же... А, ну, я так же, чем вас кормят. А, ну, да. Ну, тут, вот... Я снял, когда вы возносили пищу. А как вы говорили, называется... Ну, телеграм-канал «Ущи своих» или «Золкин» на Ютубе, то есть это вот люди выкладывают, снимают ролики, то есть чем кормят военнопленных, как к ним относятся, вот так. Ну, чтобы до людей донести, то есть как это на самом деле есть, то есть они не монтируют тут ничего, не этот вот, как со мной 10 человек сидит, и... Ну, то есть люди попали в тебя нормальные, благородные офицеры, которые, ну... Не, ну, тут просто сама такая ситуация, что, по сути, как нам там изначально говорили, ну, хотя ты сама знаешь, что я особо к этому не относился, там, к каким-то предубеждениям насчет, там, Украины или еще чего-то, то есть тут так реально и нет ни нацистов, ни фашистов, никто тут не хочет крови там нашей, еще чего-то такого, просто никому не нужная вот эта война началась, то есть я сам тоже, как бы, не понимаю, зачем это все на нас здесь. Да, родной, хорошо. Ну, и те же самые люди, что за нами тут ухаживают, то есть у них такое же отношение в плане этого, и нету никаких злодеев, поэтому все с нами нормально. Хорошо, родной, я поняла. А будет еще возможность позвонить? Ну, пока не знаю, вот, люди вот эти приехали, как бы, больше дальше не знаю, когда дадут позвонить. Ну, я же говорю, мы по всем этим вот ездим, вот, вам еще повезло, что вы попали просто. Это вот, люди занимаются просто этим, журналисты, которые выкладывают, вот они к нам приехали и дали возможность позвонить. Вы будете спрашивать? Ну, один вопрос, да, и даже не вопрос, а ремарка просто одна у меня есть по поводу, вот, по поводу того, что вы говорили по обмену, что украинская сторона, тормозит обмен, я вам рекомендую послушать интервью Владимира Зеленского, президента Украины, российским журналистам, и он там прямо заявляет о том, что предложил обмен всех на всех, то есть, вообще, без подсчетов, вот, выдайте нам наших всех, и мы вам выдадим просто ваших всех, нам они здесь не нужны. Ну, что российская сторона на это ответила, я вас спрашивать не буду, потому что ничего не ответила, внятного. Вот, и, ну, единственный вопрос, конечно, еще, который можно задать, а как вы вообще к этому, ко всему относитесь? И зачем это нужно, главное? Вы знаете, я гражданский человек, абсолютно, абсолютно мирный, поэтому жалко людей всех, очень страшно, ну, как бы, война это страшное дело. Так я ж тоже гражданский. Я понимаю вас, ну, то есть, отношусь так же, как вы, наверняка, потому что никому не нужны смерти, никому не нужны горе в семье, согласитесь с этим. Ну, то есть, если вы относитесь так, как я, то вы тоже согласны с тем, что россиянам надо просто уйти к себе домой и не трогать Украину, правильно? Вы знаете, я не политик, я абсолютно не политик, я не знаю, кто там и что там... Так и ваш сын же тоже не политик, но он в плену. Да, я в курсе, что он в плену, я знаю, ну, как бы, что, что вот сейчас, да, вы говорите, что хорошо к ним относятся, к нему относятся, и к товарищу его, очень-очень надеюсь, да. Война вообще никому не нужна, я против войны, как и вы против войны, как и сын, вы против войны. Все должны быть, понимать друг друга. Можно еще секундочку? Да, 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 мам, все, мне телефон отдали. Ну, все, тут как бы еще люди остались. А так вот, у меня все хорошо, у отца хорошо все тоже, у семьи нормально все. Да, да, все нормально, папе, скажу обязательно, что ты звонил, все нормально, очень ждем тебя. Мы постоянно звоним. Спасибо вот людям, которые тебя там содержат, которые... ну, потому что очень долго от тебя связи не было, они знали, что, как, где вообще. Слушай, подскажите, пожалуйста, вам, ну, как бы, дают там помыться? Да, конечно, да, 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 все есть, то есть... Скажите, пожалуйста, что у украинцев с теми, кто находится в Российской стране вообще ни у кого не попросили. Да, ты мне скажи сегодняшнюю, в курсе ты? Сегодняшнюю, да. 12-е число сегодня. День космонавтики сидишь. С днем космонавтики, я же тебя, родной. Спасибо. И вас, потому что это как раз праздник всех россиян. Только не в смысле космонавтики, а в смысле в том, что... Ну, все, тогда... Я не плохо слышу, что там такая... Ничем не оценят, я... Да, нормально он этот, просто комментирует, не надо. Ну, ладно, тогда будем прощаться. Ну, как смогу, опять же, наберу, если будет такая возможность. Хорошо. Ну, где ты находишься, ты не знаешь, да? Ну, на Украине где-то нет. Не знаю. Ну, понятно, что на Украине. Хорошо, хорошо. А Денис с тобой там ходик? Его поменяли. Алло? Должны были поменять. Ну, надо же, я думала, вот вместе, как так? Вы вместе в списках будете? Ну, его поменяли, то есть тут как идет поочередность, так, видать, и меняли. Но попробую связаться, он должен быть уже там, скорее всего. Понятно. Хорошо. Ну, навряд ли у него тут номер телефона. Хорошо, хорошо, очень буду надеяться, что тебя тоже поменяет. Ясно. Люблю тебя, звони, если будет... Все, я тоже всех вас люблю, обнимаю. Я хотел добавить одно слово. Вот вы говорите, политикой не интересуетесь, а ваш сын оказался здесь из-за политики именно конкретно. Так что вы интересуетесь лучше. Да. Чтобы по избежанию... Это я не только вам конкретно, а всем мамам, да, которые слушают, смотрят. Если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами рано или поздно. Спасибо, Владимир, я поняла. Спасибо большое, что дали позвонить. Спасибо вам огромное. Все хорошо тогда, пока, мам. Пока, счастливо, родной. Пока, целую. Так, ребята, кто захотел позвонить, позвонил, правильно? Правильно. Кто не захотел позвонить, не позвонил, правильно? Да, правильно. Правильно. До кого-то смогли дозвониться, до кого-то не смогли дозвониться. Так, да. Один из людей, с которыми мы разговаривали, сказал, что я что-то перекручиваю в видео. И вот я сейчас предположил одну из версий, почему так было сказано. Ну, все-таки, поскольку я говорю, то можно было бы в этот момент на меня навести. Да, спасибо. Я предполагаю, почему так было сказано. Потому что видео, мои видео, очень много растягиваются вообще по интернету. И кто и как их нарезает и переставляет, я не знаю. И влияния на это не имею. В ТикТоке меня нет, в ВК меня нет, в Одноклассниках меня нет. Поэтому единственный первоисточник, где можно увидеть реально ненарезанное видео, фактически без монтажа, единственное, ставим только дисклеймер в начало и в конец, это мой YouTube канал. Что там дальше, как с ними делать, я не знаю. Ну, ориентируйтесь на это. Все. Ребята, я вот просто, когда разговариваю с солдатами, понятно, с них там взятки-владки там, ничего не собирают. 19 лет, за них контракт кто-то подписал, они поехали. Есть даже и срочники. Но сейчас мы говорим с офицерами, с командирами. Даже замкомандира батальона, да, кто-то? Да. Вы, да? Вы. Никто ничего не знает? Нет. Никто, никто никаких глядных ответов ни на что не могут, не может дать. Скажите, пожалуйста, с какого уровня у вас начинается вот это вот, где включается вот эта понималка? Где этот уровень начинается? Наверное, с уровня полка, управления. Управление полка? Да. С вами шло управление полка? Шло, но оно было впереди. Шло, но оно было впереди. Смотрите, вот эта вся ваша история о том, что вы зашли, шли, будто бы, на учение, потом оставили технику. Половина техники там, какая-то была не заправлена, часть разбита, часть осталась в результате поломок. Потом мы шли вдоль полей, по кукурузному полю срывали кукурузу, правильно я сейчас рассказываю, да? Которая осталась, это вы ели. Эту всю историю мы знаем, она, по большей части, она правдивая, действительно. Но мне бы хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали несколько деталей. Например, так же общеизвестно, что командиры вот эти вот ваши, с которой понималка начинается, они вас бросили. Ну, было? Да. А как это произошло? Даже слабо не понял. Отправили искать дорогу, и больше мы их не видели. Они вас отправили искать дорогу? Да. А в связи с чем это было, потому что? Сами не знаем. Но вы еще тогда на технике шли? Да. Правильно? Вы идете на технике, они вам говорят, поедите вперед, найдите дорогу, куда ехать, правильно или как? Ну, к какому-то подразделению отправили. А сами они? Сами они, походу, уехали. Куда? Неизвестно. Ну, известно, в Россию. Скорее всего, да. Какие звания были у них? От подполковников и выше. То есть, группа подполковников и выше собралась и чухнула на родину, а вас отправила искать дорогу. Я ничего не путаю. А сколько там было человек? Двое или трое. Ну, двое или трое, в принципе. Ну, про пословицу я же должен спросить. Спроси, конечно. У вас в армии есть пословица «Своих не бросаем». Слоган. Слоган целый. Распиаренный на всю страну, на весь мир. А слева направо «Своих не бросаем». «Своих не бросаем». Прокомментируйте. Ну, это зависит, прежде всего, от людей, от офицерства, которое заложено в каждом человеке. Я не буду говорить за всех россиян. Действительно, у нас есть такие люди, которые, данное, так, согнуло, соблюдается. Но есть такие люди, которые показывают нам народу. Ну, как наша команда, к сожалению, себе покажу. А как звали команды? Можете сказать, какие твари? Имена точно не знаю. Ну, командир полка был. Подполковник Лапин. Как? Подполковник Лапин. Подполковник Лапин. Да. А остальные? В остальных я не знаю. А кто-нибудь может сказать? Какие твари? Кто-нибудь помнит или нет? Никто не помнит. Ну, хорошо. Не важно. Ну, то же самое. Соединяюсь с ВАМ. Люди разные бывают. Ну, у нас просто что-то так получается, что, ну, все, которые попали в плен, фактически всех бросили. Ну, с нами этот слоган не сработал. Он не сработал. Да, хорошо. От себя есть что-нибудь говорить? Нет. Смотрите, в цель интервью вы же прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы вы ушли домой. Чтобы вас обменяли на наших, чтобы наши вернулись тоже живые, здоровые, чтобы к ним относились тоже хорошо. Мы, в отличие от вашей стороны, показываем это все. Это раз, цель. Два, цель. Это для того, чтобы другим показать людям, чтобы мы сюда не шли, в Украину. Нацистов здесь никто не нашел таки. Я так понимаю, никто из вас объяснить не может, кто такие нацисты. Или кто-то может, может. Кто такие нацисты в Украине? Что это за люди? Не нашли их таких. Не нашли. Не нашли. Понимаете? И даже по телефону мы разговариваем. Они вроде как есть, но объяснить, что они такие, никто не может. Я же еще раз говорю. На основании нескольких роликов, которые у вас там 10 лет по телевизору крутили, вот типа считают, что у нас есть какие-то нацисты. Но только непонятно, почему из-за какой-то группы условно нацистов, которых там придумали, нужно было развалить Харьков, Мариуполь, еще много Чернигов, много других городов. Причем здесь к этому дети погибшие, причем здесь мирные жители, женщины. Из-за чего и для чего? То есть никто так объяснить толком и не может. Потому что есть какие-то мифические нацисты. Кто они такие? Никто скажет, не может. Короче, этого вы тоже здесь не увидели и не нашли. Понятно. Мы пытаемся донести на вашу сторону, что этого здесь нет и идти вам сюда не нужно. И немало-немного своими комментариями вы можете спасти людям, жизнь. Жизнь можете спасти. Другим россиянам, которые сюда идут, продолжают идти на явную гибель. Что вы можете от себя, вот давай, справа налево, пойдем, что вы можете от себя передать тем людям, которые их сюда отправляют? Ну, первое, что я хочу сказать, то, что здесь нету так называемых фашистов, нацистов, гибнет мирное население, дети, рушатся города, села. Ужасно все. Ужасно. То есть, таких людей здесь нет. Так что, и мети сюда воевателей, и может быть... Нет. Нет. Присоединяюсь к словам, нацистов и фашистов мы здесь не нашли, что было уже сказано. Как бы, ну, думаю, нецелесообразно уже, да, заходить сюда и что-то делать, продолжать эту войну. Не стоит. Вы от себя говорите, вы же не на пресс-конференции. Как говорится, от души, я же говорил, так спасти кого-то. Вот подумайте, какие слова донести до россиян, может быть, они услышат, может быть, до них дойдет, потому что мы не знаем, какие слова подбирать. Нет, пока нет слов. А какие слова добавить? Не советуем идти сюда, погибать самим и убивать других. Лучше пускай себя дома, на территории своей земли. Также, представляю все словом товарища, то, что война здесь абсолютно бесполезна и то, что каждый себе должен задать вопрос, вообще подумать своей головой, зачем это вообще ему надо, его семье надо и вообще будет ли от этого какая-то польза и вообще задуматься о том, что во время всего этого происходящего также гибнут ни в чем невинные дети, семьи, города рушатся. Поэтому я считаю, что никому сюда не надо идти вообще. хочется добавить, что понятно, почему воюет Украина, потому что она защищает свою страну, свои семьи, свои земли, но до сих пор непонятно, зачем мы сюда пришли и ради чего мы пришли сюда умирать. Вот этого я так и не понял здесь. все. Мне хотелось уже все, в принципе, сказали. Вы, кстати, можете обратиться еще и к своим, потому что, может, я так понял, вам не дозвонились, а хотите. Вы можете им что-то передать, чтобы они увидели. Ну, я думаю, в принципе, в соцсетях уже увидели, как бы все сидят родственники. Как бы хотелось не то, что добавить, уже большую часть всего сказали, то, что мы пришли на чужую землю, не нашли, и то, что якобы наши там власти думали, что здесь находятся, националисты, еще кто-либо таких не нашли, не движение, еще каких-то людей таких. Соответственно, не надо. О националистов речи и не шло. Ну, там всех подряд как бы что-либо. Вы же не думаете, что националисты и нацисты это как бы разные вообще понятия. Да, разные понятия. У Путина шла речь о чем? О денацификации. Не денацианализации Украины, а именно денацификации. То есть, речь шла конкретно о нацистах. Потому что националисты, ну, это как бы ультрапатриоты. Это же просто патриоты. Люди, которые любят свою страну. Одни там активнее, другие там как-то тише любят, некоторые громче любят. Да, это такое. Не идет речь ни о патриотах, ни о националистах. Речь идет о нацистах конкретно. фашисты наши, нацисты. Таких здесь, ну, никого таких не нашли людей, которые, грубо говоря, подрывали бы страну, соответственно. И никого мы здесь не освободили. То есть, здесь мирные граждане жили так же, как у нас в любых городах. Соответственно, нужно перестать прекратить соответственно все это, что здесь происходит. Необходимо, то есть, прекратить все, что здесь творится. Оставайтесь дома. Я хочу присоединиться к словам, которые сказали ранее. Полностью с ними согласен. То, что здесь никого мы не встретили, ни нацистов, ни фашистов, ни, как нам говорили, бандер. Никого мы не встретили. Встретили обычных гражданских людей, которые защищают просто свой дом, свои семьи, своих родных. не нужно сюда идти, не нужно здесь погибать, потому что люди просто защищают свой дом, а нам так и непонятно, что мы здесь и зачем мы здесь. Вы говорите бандер. Ну вот любят, например, люди или уважают, или там почитают, тяжело сказать, Степана Бандеру и его деятельность. Этих людей, ну, этих людей, не знаю, много, их мало. Вот они, допустим, есть. Что дальше? Есть вам смысл прийти в чужую страну и кого-то убить из-за того, что они любят из-за Степана Бандера. Вы знаете, считаете, что он уже как бы давно покойник? Да, да. Просто там Кадыров, я читал, за его голову награду объявил. Там человек вообще живет в параллельной реальности, эти селфи-войска, которые там они снимают свои ролики где-то из непонятно из каких бункеров и рассказывают, что они под Киевом, хотя их здесь нет. Вот я хотел спросить, Кадыровцы, вот такое явление, что вы можете об этом сказать? То пусть договорят, уже. Давай. Все, что было уже ранее сказали, тут добавить особо нечего. Главное, чтобы все оставались у себя на территории, у себя на родине и даже те же самые вооруженные силы. Выполняли только учебные задачи у себя на территории, чтобы ни в какие конфликты не вступали, потому что все нужны дома. и территории достаточно, правда? Территории достаточно. Самое главное, гибнут дети, женщины и старики. Надо прекращать эту войну. Самое главное, дети и женщины. А солдат вам лежал? И солдат лежал. Езжайте сюда, не убивайте себя и других, таких же обычных людей. надо своих товарищей еще бы донести. Десять раз подумайте, на самом деле, стоит ли вам сюда ехать, для чего, какие цели давать свою жизнь, забирать жизни у других людей, обычного народа. Это не нужна никому война. Здесь нет правды, мы никакие здесь не освободители, как захватчики. Понимаю, что вы, скорее всего, будете смотреть данные видеозаписи, не верить нашим словам. Хочу сказать, что у нас никто здесь насилие не заставлял, то есть мы все сделали от себя, просто, чтобы была правда. За кем правда, за кем и сего. Вот так. Больше мне нечего сказать. Можешь провести как раз вот этот слева наоборот, все вести, увидеть, что нет десять автоматов, то есть мне здесь больше угрожает сейчас опасность, нежели кому-то из них, потому что их больше банально, чем все равно нормально общаемся и никаких проблем. Я прокадываю этот вопрос. Натал, уважаете кадрова? Если да, то за что? Ну, у меня как-то вообще какой реакции на него, как бы его никогда не воспринимал. Ну, где-то жил, дожил. То есть мы как-то так, по каковому мы не сталкивались даже с кадровцами. Я даже не знаю, что они себе представляют. Как бы вот так. Ну, он как икона сейчас какая-то подается. Россияне, одновременно кричат о славянском мире каком-то и освобождении славян, да, ну, это их, это же они об этом говорят, не мы об этом говорим. И они одновременно при этом при всем почему-то превозносят такого человека, как Кадыров. Вот что, стран-то, наверное, ну, не все. Возможно, в своем регионе, да. В своем регионе какая-то группа может людей лиц. Нет, в комментариях мне прямо насыпают не кого-то другого, а именно кадыровцы скоро придут и кадыровцы скоро... Ну, насколько знаем, кадыровцы они вообще служат в СОБЛе или там в ОМОНе. Короче, это полицейские войска вообще, то есть их там было 500 человек, большая часть из них закончилась. Уже как бы закончилась. Те же самые люди, поля не щадит никому, так скажем. Ну, последние их тиктоки они там светофор расстреляли, дверь какую-то. Нет, кадыров сфотографировался на фоне... Кадыров сфотографировался, типа он сидит, молится в Украине, в Украине, или в Киеве, или под Киевом, короче говоря. И на фоне какой-то заправки вроде бы Пульсар, или как она там называется, я не помню. Короче, такая заправка есть только в России. Так до такой степени тупые люди, что они же не могут понять на фоне чему они фотографируются. Ну, это реально, с этого ржут тупо все. Ну, да, можно, да, если уважаете эту за что. Ну, я как бы нейтрально отношусь к ним. То есть, я с ними ни разу не сталкивался, не видел, не знаю вообще, что они себя даже представляют. Хорошо. Нет представления, потому что, ну, реально, они как бы в своей области. Ну, понятно, снимается вопрос. И еще один вопрос, который мы обычно задаем в личных интервью, который почти нет смысла, наверное, задавать в коллективных, но тем не менее, давайте все-таки. Путина уважаете? Если да, то за что? Не знаю, тоже как-то нейтрально к нему. Значит, ты нейтрально ко всем его действиям, которые сейчас? Я как нейтрально к политике отношусь, но я не в курсе вообще. Вы нейтрально относитесь к политике, в результате которой вы находите здесь, а могли бы и погибнуть. То есть нейтрально вы бы продолжили уже относиться к ней на том свете, да? Ладно, давайте каждый от себя. Скажите, если уважаете, то за что уважаете? Ну, в данный момент нет уважения за то, что развязал эту войну и за то, что получается из-за него мы здесь остались, брошенные тоже руководством своим и менять нас пока не собираются. Поэтому... Вы же услышали, да, что я сказал? Зеленский сказал, всех на всех меняем, Путин вообще ничего не ответил. Ну, он не считает нужным, он это, ниже его достоинства таких вещей, вообще, походу. Присоединяюсь, славам товарища добавить, больше ничего. Тоже нейтрально? Нет, славам товарища присоединяюсь, который сказал только что, все, что нужно было сказать. Добавить, больше ничего. Не знаю, это же как прокомментировать это все. То есть, люди хотя бы, что вы можете бояться этого? Нет, люди хотя бы должны были знать, куда они идут. На самом деле, получилось так, что никто ни о чем не знал, и все шли на учение. Просто шли на учение. Хотя вы должны были знать об этом. И все. Давайте по-другому. Есть кто-то, кто уважает и который может что-то сказать? То есть, в пользу, в пользу. Да, Путина. Если есть, ну, это просто сократим время. Нет, просто в связи с данной обстановкой, ну, уважение, ну, тут каждый за что-то его уважает, ну, были достойны, как бы, действия, со стороны, за все время правительства. Но мы сейчас не поддерживаем то, что делается сейчас на Украине. В том числе и вооруженными силами. Сейчас в Украине что, война? Сейчас война. Или спецоперация? Война. Настоящая война. Я еще хотел спросить про мощь армии Российской Федерации. Да, вот вы раньше как думали, она сильнее или, как оказалось, она все-таки немножко слабее, чем мы считали раньше? Мы сейчас просто нас отправили не ту задачу выполнять, для которой мы все давали присяду. На самом деле Российская армия, она очень сильная. Только она должна принимать, как сказать, использоваться так, как положено, правильно организовать это все и организовать так, как это должно быть, а не так с бухты-барахты все побросали, покидали и как бы решили все. Вот так вот необдуманно сделали все. Ну да, но тут имеется в виду, что... Должно указывать, что именно грамотные действия должны быть. Не верно, верно. Но тут просто имеется в виду еще такой момент, что рассказывали же, по-моему, 20 лет в России про перевооружение, про то, что вот все деньги, ну не все деньги, но очень огромные деньги и списывали с бюджета за то, на то, что вот на технику, на перевооружение, на все вот это вот. И в результате вы говорите, что пол колонны техники просто остановилась ввиду поломки, а часть ввиду того, что просто нечем было заправлять. Как вот это вот можно охарактеризовать вот такие вот вещи? Неорганизовано было. Подержи, сейчас покажу картинку. Давай. размеры Российской Федерации. От себя есть? Вот смотрите. Это Украина? Это Российская Федерация. На надпись не обращайте у меня. Это имеется ввиду размеры. Размеры. Да, вот сейчас вот так вот, чтобы было видно. Да, видно же. мы по территории в двадцатки раз меньше. Вы должны были за три дня ее захватить. Это в формате мощь Российской Армии. Ну, просто так говорилось, да, что и Лукашенко говорил, что три дня продлится война и многие-многие другие. Тут к чему это, собственно, говорится, не к тому, что мы такие, а к тому, что не удалось, ничего не получится, дальше нет смысла. Вы в нее споткнулись и уже там сегодня все и у нас тут была такая история о том, что сначала все думали, вот там Российская Армия сейчас придет, это ужас, это, короче, кошмар, это сейчас все захватит действительно за три дня. Допустили много ошибок при обороне первичной. Сейчас эти все ошибки устраняются, Украина еще больше вооружается, еще больше людей идут брать руки оружия. Вы же понимаете, у вас территориальная оборона задержала вообще невооруженные силы Украины. Но у нас территориальная оборона, тех, кто взяли в руки оружие и пошли защищать, намного подготовленнее тех ваших штатных бойцов армейских. Не исключено. Так, не, не исключено, а это факт, потому что у нас 50% бойцов, с которыми мы общались, кто-то один раз стрелял, кто-то три раза стрелял, а кто-то и автомат не подержал в руках. А кому-то сразу его выдали на те автомат, на те магазины. Один был такой, который, но это из ДНР так называемого, забыл загнал патрон в патронник и хотел сделать контрольный спуск, а получилось, что забыл, лупанул в этот вот, ну, прям там, где им всем это все выдавали, в стекло лупанул. Вот такая вот организация, такая вот остальная. И как бы еще раз говорил, ребята, сидите дома, не идите, не ходите, не надо оно вам, никому оно не надо. Никто из тех, кто здесь находится и добровольно разговаривающих, и с теми, кто мы разговариваем по телефону, не может объяснить, зачем это все нужно. И это, судя по всему, только у вас может объяснить один человек, но он сейчас, извините, в бункере сидит и вообще практически ничего не говорит в последнее время. Как бы так. Да, нечего добавить, да, имеешь в виду. Ну, хотелось бы выразить благодарность, прежде всего вам, за то, что вы организовали такую встречу, за то, что дали шансы, ну, позвонить родным, сказать, что живо-здорово, самое главное. Ну, большое спасибо вам, на самом деле. Надо же вас только помотивировать к этим беседам. Это и есть, на самом деле, мотивирующий фактор, Не пытали мы вас. Но пальцы, но пальцы, домой даем позвонить, но пальцы не режем, для тех, кто смотрит этот ролик, заявки оформляйте корректно, с правильными телефонами и адресами, потому что или не можем дозвониться, или еще что-то. Сегодня помогла вот база, нашли много номеров, поэтому до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова